Лямблиоз Должна быть такая паразитобоязнь, которая могла бы мобилизовать волю человека на неукоснительное соблюдение правил личной гигиены и проведение активных мер профилактик заболеваний, свойственных животным и человеку. В связи с этим цель настоящей работы заключалась в изучении уровней антител к лямблиям у студентов первого курса медицинского факультета Кыргызско-Российского славянского университета и разработки информационного листка «Осторожно, лямблиоз». Иммуноферментный анализ является одним из наиболее чувствительных и высокоэффективных методов диагностики. С помощью иммуноферментного анализа в сыворотке крови 50 студентов, возраст которых от 18 до 25 лет, были изучены антитела к лямблиям. Исследования проведены стандартным твердофазным иммуноферментным методом с использованием наборов фирмы Vector Best в лаборатории Бонецкого и Аквалаб. Для количественной оценки антител были использованы стандартные уровни. Полученные результаты показали, что в группе обследованных студентов 20% составили положительные результаты к лямблиям в виде суммарных антител А, М и G. В ранее проведенных исследованиях было зарегистрировано сочетание двух положительных параметров – лямблий и таксокар. В детских коллективах города Бишкек инфицированность лямблиями максимально у детей возраста от 3 до 5 лет и достигает 60%. Далее пик заболеваемости снижается и к 15-16 годам достигает уровня 15-20%. Лямблиоз или же жердиоз служит иллюстрацией водного, контактно-бытового и пищевого путей заражения. Больной человек выделяет простейших паразитов с фекалиями и обсеменяет окружающую среду. Лямблии там инцистируются, образуя двух четырехъядерные цисты с прочной оболочкой. Они хорошо сохраняются в пыли, на грязных овощах, фруктах, ягодах и зелени в особенности до 70 дней. Цисты лямблии можно встретить повсюду – на шерсти животных, в хлорированной воде из-под крана, в загрязненных фекалиями водоемах, в готовых блюдах и молочных продуктах. Инфицированность населения возрастает в весенне-осенний период, что рекомендуется использовать при осуществлении диагностических и лечебных мероприятий. Человеку достаточно проглотить всего лишь 10 цист лямблий, и в сочетании со снижением уровня кислотности желудочного сока у него могут возникнуть симптомы лямблиоза с тошнотой, рвотой, периодическими болями в животе, снижением веса, анемией. Далее могут развиться аллергические реакции, такие как крапивница, атопический дерматит, аллергический ренит и конъюнктивит. При длительном течении лямблиоза, особенно у детей, могут наблюдаться следующие невротические симптомы. Слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, головные боли, головокружение, боли в области сердца. Указанные проявления могут отрицательно отразиться на умственном и физическом развитии на процессе обучения. Не зная мер диагностики, профилактики паразитарных заболеваний, студенты часто не подозревают об их наличии, в особенности, если они носят скрытый или бессимптомный характер. Поэтому в специально разработанном информационном листке мы отразили все важные данные о лямблиозе. Таким образом, результаты лабораторных исследований выявили у 20% студентов положительные титры с суммарным антителом АМИГ к лямблиям. Для эффективной профилактики паразитарного заболевания мы разработали и распространили информационный листок «Осторожно, лямблиоз!». Будьте здоровы, берегите себя и своих близких, а главное – мойте руки! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!